Сотрудники одного из алматистских цонов стали героями скандального ролика. На видео, которое появилось в интернете, запечатлен конфликт между посетителями госучреждения и его работниками. Словесная перепалка едва не переросла в драку. Кто позволил себе лишнего, расскажет Жанна Рахимжанова. Давай талоны, я тебя три часа здесь жду. Эти кадры сняты в Центре обслуживания населения Алатауского района Алматы. За время обеда в госучреждении выстроилась небывалая очередь за талонами. По словам очевидцев, сотрудник ЦОНа не успевал обслуживать всех посетителей. И у последних сдали нервы. Участниками перепалки стали этот молодой человек и семейная пара. Недовольные тем, что сотрудник ЦОНа выдал им талон не к тому специалисту, клиенты, по словам очевидцев, набросились на него с кулаками. Стали душить и пинать. А он, в свою очередь, до последнего старался не реагировать, но не выдержал. Правозащитники говорят, закон о госслужбе и кодекс чести не позволяют госслужащему вести себя таким образом. Но в этом конфликте, очевидно, виноваты обе стороны. У нас государственные служащие еще как таковые, как класс не сформировался до конца. Это еще не так хорошо, как в западных странах. И что скрывать, еще и культура самого населения, как клиентов, если можно сказать, в данном случае ЦОНа, либо других госучреждений, она еще не очень высока. То есть здесь нельзя сказать, он себя вел в соответствии, как все ведут другие люди. Поэтому я его не осуждаю, я его не оправдываю, но не осуждаю. Он, знаете, он даже не нарушил как таковой закон. Самым жестким наказанием для сотрудника ЦОНа в этой ситуации мог стать выговор, говорит адвокат, но руководство госучреждения распространило информацию о том, что молодой человек решил уволиться по собственному желанию. Хотя у правозащитников эта формулировка вызывает сомнения. Эта перепалка вызвала большой резонанс в социальных сетях. И, как ни странно, большинство пользователей высказались в защиту госслужащего и даже потребовали привлечь к ответственности вторую сторону этого конфликта. За оскорбление представителя власти семейной паре может грозить штраф до 100-месячных расчетных показателей, либо арест на 45 суток.